Привет, друзья! Сегодня у нас новый крутейший спецреп Саши Сулим. Вы её помните по выпуску про ангарского маньяка и про кущевскую банду. Саша долго, аккуратно и въедливо разрабатывала и снимала тему про воров в законе. Если вы не знаете, это высшая каста в преступном мире. Каста, которая существует только в России. Возникла она в Советском Союзе и она уникальна в том смысле, что в других странах аналога нет. Есть какие-нибудь сицилийские доны – они лидеры преступного сообщества, говоря по-нашему. И есть криминальные авторитеты, их и в России много. А воры в законе – это что-то совершенно особенное. Это отдельная каста, очень понятное дело закрытая, очень влиятельная, самая топовая элита преступного мира. Конечно, когда снимаешь про такой выпуск, приходится считаться с некоторыми правилами, в данном случае понятиями. Воров в законе не по понятиям разговаривает с журналистом напрямую и лично. Это вопрос не только в публичности, но и того, что в России с недавних пор действует уголовная статья «Занятие высшей иерархии в преступном сообществе». Это, между прочим, от 8 до 15 лет. Но Саша нашла возможность рассказать про воров в законе глазами людей, которые видят их с близкого расстояния, которые многое про них знают и которые к ним со всем уважением. Танцы, 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 и сводит музыка с ума. Не выноси могу в твоих касках, но так хотела я сам. Молодец. Еще мурку спой и все. И мы познакомились, когда мне было 13, ему 17. Костя меня увидел такой и говорит, ну, какая красивая девочка. Подрастешь, станешь моей невестой. Две блатных – одна русская, одна иностранная. Мне тяжело слушать какого-то одного исполнителя, пусть это будет там Григория Лепселя или Ваенга. И поэтому я делаю сборники. Я родился в очень правильной семье. Мама – профессор медицины, отец – профессор востоковедения. Первые кражи я совершил – это когда меня поступили в институт на факультет журналистики МГУ. Я в общей сложности судим три раза и отбыл в общей сложности девять лет. Именно последний срок я проникся в басяцкой идеологии, примкнул к отрицательно настроенным осужденным. Они тебя знают, только хулиганы. Конечно, я говорю, весь меня. Я же не говорю, что ты хулиган. Я говорю, весь деда. Валеркой назвали, значит, хулиган. Мой путь начался в 73-м году, в марте месяца. Криминальный путь, с драки. Сел на малолетку, 15 лет мне было. С блатными я, ну как тебе сказать, столкнулся уже в зоне. Я сидел только и слушал за эти понятия все. Не плачь, не бойся, не проси. Один из, ну не моих одноклассников, а из ребят, старше меня однажды. И у меня был серьезный конфликт. Он заступился за меня, причем без всяких каких-то бескорыстных целей. Через определенное время он стал вором в законе. Уже когда я начал работать адвокатом, я непосредственно с этим работал. Поскольку, ну, еще юношеский такой романтизм во мне присутствовал. Интерес, вот как же живет этот преступный мир. Поскольку избежать общения с ним было невозможно в той или иной степени. А потом они уже стали часть из них моими доверителями. И потом он садится в тюрьму. Что-то там была какая-то то ли драка, то ли что-то такое. Мы поругались. И, в общем, я решила его не ждать. Ну, через какое-то время я прям что-то сильно обиделась. И я вышла на зло ему замуж. Иди-ка сюда. Я на пять секунд. Как жизнь молодая? А вы же были в всяких колониях и зонах, и лагерях? Не было. Я только по фильму, по телевизору вижу. Как там люди живут и живут. А с ворами в законе встречались там? Моря. Было такого. Много. Много? Ну, как столько там пробыть и не встречаться – это глупо. Чему у воров учились? Нормальной человеческой жизни. Обращение. Обращение друг к другу. А сами вы не стремились вором в законе стать? Это большая тяжёлая ответственность. Этот выпуск мы могли снять почти в любом регионе. Воровской закон или блатные понятия давно распространились по всей стране. Но у российского криминалитета, конечно, есть и свои особые места. Например, тюрьма в городе Тулун Иркутской области. Туда с начала 80-х начали отправлять наломку воров в законе, чтобы те отказались от своего статуса. Среди них был Вячеслав Иваньков или Япончик. Его, как вы понимаете, сломать не удалось. В нескольких сотнях километров от Тулуна расположен Братск. Родина одного из самых крупных и опасных преступных сообществ. А также родной город Владимира Тюрина или Тюрика. Одного из самых влиятельных воров в законе современной России. Тут жил известный человек по имени Вова. Вова Тюрин. Он тут жил с отцом, с мамой. Мама вот здесь учительница у неё работала. Русский литературой преподавала. И брат у неё был. Слава его звали. А папа кем был? А папа был обыкновенно рабочий. Какой характер был у Владимира с детства? С детства он и был всегда выше всех. Лидер, короче. Столкнулись мы в тюрьме на малолетке. Вместе освобождались в 1975 году. 30 лет победы было. Если имя Владимира Тюрина вам по-прежнему ни о чём не говорит, добавлю, что он был гражданским мужем известной оперной певицы Марии Максаковой. Она потом вышла замуж за своего коллегу по Госдуме коммуниста Дениса Вороненкова. В 2016 году они переехали на Украину. А ещё спустя год Вороненкова убили в центре Киева. Заказчиком преступления генеральная прокуратура Украины назвала Владимира Тюрина. Будущий вор в законе Константин Борисов по прозвищу Костыль, ещё один герой нашего выпуска, родился в конце 60-х в городке Протвино в 120 километрах от Москвы. Своё первое преступление он совершил, когда ему едва исполнилось 20 лет. Тогда он получил 4,5 года за хулиганство. Это был авторитетный очень парень, к которому прислушивались 20- и 5-летние. То есть у него в друзьях были люди, которые уже отсидели на тот момент и не один раз, и люди взрослые. Он был, как это сказать, главшпан, я не знаю. Я помню первый раз, когда зашла Костя домой, у меня прям челюсть отвалилась. Какие-то красивые штучки, красненькие, всё так со вкусом. Константин из такой довольно обеспеченной семьи. Обеспеченная в плане того, что не было недостатка в еде, в сгущёнке, которую на тот момент там невозможно было нигде купить. Кто был поблотнее, талоны могли где-то себе взять, где-то друзьям расставить. В конце 80-х поблотнее и в середине 90-х это немножко разные понятия. Однозначно, да. Но Костя и то, и то словил. Костя, да. Он, наверное, рождён был для всего этого. В дореволюционной России не встречается такое понятие. И таким образом делается вывод о том, что понятие «вор в законе» появилось только после революции. Такая конспирологическая версия, на мой взгляд, совершенно дурацкая, это что НКВД создало эту касту для контроля над политическими заключёнными. Неужели они такие идиоты, что там для какой-то сиюминутной надобности они создали эту масть «вор в законе», а потом сто лет с ней борются? По моим прикидам, вот именно где-то в этом году плюс-минус будет сто лет, как создана каста «вор в законе». Есть другая версия, но она самая такая распространённая, о том, что воры, они были достаточно авторитетными в силу их способностей совершать преступления, особенно карманники. Они собирались на малинах, они соблюдали свои понятия, которые назвали «законом», и поэтому их стали назвать «воры в законе». Есть мнение многих учёных, что первые воры в законе это были чуть ли не бывшие офицеры, интеллигенты, дворяне. Это не совсем так, это была довольно разномастная публика, но это был такой способ противостояния государству. У огромного большинства первых воров были такие клички, как гнязь, граф, барон, полковник и так далее, и так далее. Это были остатки проигравших гражданскую войну классов. Вот они свою форму протеста обрекли в совершении преступления. Почему правильно и правильно ли говорить всё-таки «воры», а не «воры»? Воры в законе, который стали обладать авторитетом, они вспомнили, что в дореволюционной России в каторжной среде авторитетом пользовались «иваны» или «иваны – родства непомнящие». И вот по созвучию с этой категории «иваны» они себя назвали «воры». Есть воры, которые совершают кражу, но если мы говорим о неформальной категории преступников, то это «воры». Но никакому западному преступнику в голову не придёт подгонять какую-то идеологию под совершение своих преступлений. Идеология одна – заработать денег. И только русскому человеку нужна идея. И поэтому вот этот наш суконный, лапотный, традиционный преступный мир от уничтоженных ими же белых офицеров перенял вот эти законы. Если у белых офицеров было не служить в советской армии, в красной армии, то этих не служить в армии вообще. Не брать в руки оружие, имея в виду в советской армии. Трансформировалось не брать руки в оружие вообще. Жёстко запрещалось работать на государство, жёстко запрещалось сотрудничать каким-нибудь образом с сотрудниками правоохранительных органов. Не иметь собственности, не иметь вещей, к которым можно привязаться, не иметь семьи, не иметь детей. Если иметь, то не признавать их. Свят из карточного долга. Но с какого перепуга какому-нибудь конокраду или какому-нибудь там бендюжнику, какому-нибудь татю необразованному, разбойнику там с лесной дороги, с какого перепуга для него будет свят карточный долг? Тем не менее, дворяне и воры – это единственные люди, которые кончают с собой, способны покончить с собой из-за карточного долга. Расскажите, как вы стали двигаться по криминальной вот этой стезе? Вот возил эти гревы туда-сюда, ну, помогал, помогал. Начались 90-е годы. Приезжает Моисей Александр Викторович, с Братска приезжает в Усть-Кут. Ну, мы с ним здесь встречались, и тут он приезжает, и ему надо, короче, сторонников себе искать в Моисею. А сторонников он искал каких? В основном с уголовного уголовников. В каком году вас делали положенцем? В 91-м. И до 93-го года я там рулил два года. Что вы делали в этом статусе? Какие были ваши обязанности? Греть зоны, деньги на общак, ворам. С кого собирали деньги? Деньги собирали с коммерсантов. А вот в общак, например, в какой процент собранных денег уходил? Половина. Рубль украл, недосчиталось в общаке. Казнократ. Гад. Дали ему коробку из-под конфеты, обвернутую изолентой. Грев в зоне. Мася ее взял и кинул на заднее сиденье. Даже не глянув, что там. Так, какая это, греф, да греф. Но тогда таких не было. Это случаев, что взрывали кого-то или еще что-то. Тогда это было только начало 90-х годов. Поехали, их специально вывели за город и нажали кнопку радиоуправляемой бомбы. Вот она здесь взорвалась. Мася уже смотал он там на 90-100 метров. По крышам гаражей собирали его. По частям. Когда на место Мася заступил Владимир Тюрин в 93-м году, на него же тоже совершили покушение? Два покушения здесь было. Забрасывали ему в машину гранату? Гранату. Ну, она ударилась, отлетела и взорвалась на стороне вообще. Повезло ему? Повезло, конечно. Но еще его тоже, еще в другом месте, там, ну, сходка была на базе. И они ждали одну машину, он выехал на другой. И тоже у них сорвалось все. А он знал, потому что на него... Не знал, но он просто на шаг впереди шел. В начале 90-х, отсидев свой первый срок, Костыль выходит на свободу и вскоре переезжает в Москву. В 35-тысячном Протвино ему было, конечно, тесно. В 97-м его снова арестовывают. На этот раз за грабеж, вымогательство и разбой. Следующие 14 лет своей жизни он проведет в заключении. С Костей Костылем мы познакомились в далеком 93-м году. То ли в Ялте, то ли в Сочи, я не помню. Помогали друг другу. То он у меня просил людей, то наоборот, он с моей стороны участвовал в каких-то рамсах и так далее. Союзничали. Он тоже рэкетом занимался? Или не совсем? Ну, я не знаю, чем он занимался. Чем-то он занимался, во всяком случае. То на Мерседесе дорогом приедет, то там в Метрополе они день рождения справляли, там человек на 200. То есть заработать он умел. Он там с девушкой встречался. Я уже замужем была. У меня уже сын был на тот момент. И получилось так один раз, что мы с ним остались в Эрите. И опять вот это такое притяжение. Костя в этот момент мне говорит, бросай мужа, уходи ко мне. Я испугалась. Потом мы виделись еще один раз. А потом вот он сел. В 98-м году он был арестован. Как снег на голову, как гром среди ясного неба, я еще не знаю, как описать свою реакцию, узнаю – Костя вор! Во время Великой Отечественной войны настолько ситуация была безнадежной, что власть была вынуждена обратиться к лицам, отбывающим лишение свободы. Когда там нужно было эвакуировать правительство, нужно было эвакуировать семьи командного состава, специалистов, вывозить какое-то ценное оборудование. Кому нахер нужно было еще вывозить колонии заключенных? Многие воры в законе шли на фронт для того, чтобы выжить. И таким образом они стали нарушителями своего воровского закона. Кто-то из чувства патриотизма, кто-то в надежде, что сейчас в первом же бою выкину оружие и перейду на нелегальное положение и так далее. Но многие из них действительно очень здорово воевали. Из многих преступников и воров в том числе вышли лихие разведчики. Участие некоторых воров в законе в Великой Отечественной войне положило начало знаменитой кровавой сучьей войне. Это раскол воров в законе на два лагеря. Это так называемые блатные или урки, и сучины, и они же автоматчики. Естественно, начальству лагерному ближе были те, кто воевал, хотя бы так, как соратники по Отечественной войне. Идеологически ближе были. И они думали, что это приведёт к перераспределению сил в пользу польских воров. Но, как показала жизнь, старые преступные традиции и обычаи оказались очень сильны. Кто победил всё-таки в сучьей войне? А здесь трудно сказать. Более приспособленными оказались так называемые сучины. Но это действительно позволяло выжить. Так, например, они не так ортодоксально соблюдали эти правила, и они готовы были их видоизменять. Если бы профессиональная преступность не подстраивалась бы, то государство давным-давно бы её извело. Десятки тысяч воров были убиты во время сучьей войны. Это был первый случай, когда перед ворами было поставлено имя или смерть. Вот именно эти сучьи войны стали поводом для того, чтобы шёл процесс коронации. Уже ни абы кто не мог назвать себя вором в законе. Вот именно тогда татуировки получили криминалистическое значение для того, чтобы можно было выяснять, ты сученый вор или ты обычный, ну, блатной, блатные, придумали. А давай мы дадим толкование этим татуировкам. У каждого вновь прибывшего мы будем спрашивать, что означает такая татуировка, которая у тебя есть. Жаргонные слова изменили своё значение, и поэтому, когда человек пользовался этим словом не по назначению, это тоже был сигнал к тому, что он не знает о том, о чём воры договорились. Владимира Тюрина короновали в 93-м году главные воры в законе России. Япончик Дед Хасан и Шакро Молодой. Но очень скоро Тюрик становится им ровней. Сначала он возглавляет братское преступное сообщество, потом берёт под свой контроль крупнейший в стране алюминиевый завод. А в конце 90-х он переезжает в Испанию, где со своими коллегами, другими ворами в законе, организуют сети так называемых прачечных. Это фирмы, через которые они отмывали свои доходы. Имеете криминальный статус вора в законе? Тебе вопрос не по существу. Нет, но я всё понимал. Но вы себя считаете вором в законе? Если хотите, пускай мои юристы отвечают на этот вопрос. Я уже отвечал один раз. Как Тюрик короновали? На воле 19 воров собралось. Тоже на сходке? На сходке. Ну, там у деда Хасана. В Москве? В Москве. Тюрику там короновали. Ну, нету никакой... То есть это просто, как бы все сказали, мы согласны, он вор. Да. Мечом не посвящает никому. Нет. Многих же это... Просто обнимаются и всё. Обнимаются и говорят, ты наш брат. Вор. Имя воровское погоняло, татуировки на теле. Ну, на теле нет. Он вором становиться не хотел. Он им стал, когда к нему подошли, и когда он знал, что у него уже там срока. Ему сначала дали вообще 23 года, а потом скостили, и осталось 14. Идя на это, он понимал, что его будут ломать, что его будут заставлять отказаться от имени. И тем не менее, он шёл на это. И я стал туда, на Владимирскую крытую, к нему ездить. Ну, ход он там наладил. Мама дорогая, я ещё думал, как я туда пройду, ещё что-то... Всё, что угодно. Там и шампанское, и вискарь, и Вильдара Южного с гитарой, песни петь. И я узнал потом, там и Круг у него был, и Трофим у него был. Амэму, амары, кальмары, сигары. Ну, в общем, всё там, ну, самое покупали. Не всё коту-масленицу, оттуда он поехал на Урал. И вот там, я насколько знаю, уже он хапнул горя. Там его ломали жёстко. Там такие вещи вытворяли ему и заточку с подачи мусоров, заточку... Ну, в общем, заточкой били. Я очень не люблю вспоминать эти вещи, потому что я когда понимаю, сколько он прошёл, у меня сердце начинает болеть, потому что я не понимаю, как такое можно вынести, то, что вынес он. И тем не менее, несмотря на эти ужасные муки, он от статуса своего не отказался? Нет, конечно. Всегда помогал мужикам, помогал ребятам. Сейчас, если спросить, мне кажется, за него за одного идёт такая слава, насколько он достойный человек. Мы с ним спорили, ругались. Он мне ни разу не сказал, что там это, ты с кем разговариваешь, с вором разговариваешь. Ни разу. Он пользовался огромным уважением. И хотя все воры равны, если он сидел со своими братьями, я чувствовал, я видел, я не могу это объяснить, но видно было, что Костя номер один, что они к нему прислушиваются. В начале 60-х годов мальчишки мечтали не о том, чтобы стать космонавтами, героями. Многие из них хотели стать ворами. Поэтому 50-е и 60-е годы проходят на фоне популяризации этой идеи за счёт её распространения. Хрущёв объявил преступному миру беспощадную войну. Есть такая версия, что реабилитированные политзаключённые каким-то образом донесли до Хрущёва каким уважением и какую силу из себя представляет в первую очередь духовную вот это явление воры в законе. И были организованы пыточные тюрьмы, самые известные из которых «Белая лебедь», где перед ворами был поставлен выбор изнасилования, инвалидность или имя. То есть их там ломали, насиловали, пытали. Есть такие данные, что из общего числа воров в законе к началу 70-х осталось около 3% всего лишь. Но они выжили, даже было продекларировано, что в каком-то из лагерей умер последний вор в законе. К 90-м годам воров после тысяч, после тысяч воров их осталось 60 человек на весь Советский Союз. Отныне именно кровавая разборка становится основным способом решения конфликтов. Убийство 10 человек. Результат бандитской разборки. Предметом конфликта могли стать наркотики, контрабанда, проституция. Я оказался в группировке, когда мне было 14 лет. Это был 89-й или 90-й год. Я искал там защиту. Парень из параллельного класса, участник группировки, решил меня потрясти. И в этот же день буквально его одноклассники мне предложили подойти к группировке. Приходилось совершать какие-то преступления. В магазинах вот эти кооперативные отделы появились. Например, мы украли сеточки. Вот эти первые бейсболки, у которых задняя часть была сеточка, в Казани их называли сеточки. Напротив, у меня был московский рынок, на котором, кстати, наши старшие его держали, а мы там воровали арбузы. Сколько лет вы в итоге там... Полтора-два года где-то. А почему вас выгнали? Мне не объяснили. Причём меня пытались выгнать санкциям. То есть отшивают на казанских улицах всегда спи... Ну, вот лагерные фотографии. Вот мы тренировались. Кот Самарского Барселончик зовут кота. А мой кот Пузырь. Смотри, вот мой наш проходняк. Видишь, у нас и цветочки, и шторки, и девки наклеены. У Бубля свои девки, у меня свои. Вы вернулись в Москву, когда начались девяностые. Что это было за время для вас? Естественно, я узнал о появлении такого явления, такого рода деятельности, как рэкет. Его не было. Когда я садился, его не было. Он появился вот уже перед освобождением. Там где-то 88-89 год. И к нам пришёл первый в лагере рэкетёр Оренбургский. Так его ползоны бегало смотреть. Рэкетёра привезли. Ко дню моего освобождения у меня уже созрела мысль, чем я займусь. Это кто? Не узнаю. Вымогательством я занялся где-то с 92-го. То есть в течение 8 лет я был не самостоятельной фигурой, а возглавлял отдельное звено в составе этой достаточно известной группировки, называть которую я не буду. Вообще условия для таких группировок были по всему Советскому Союзу. В Казани было несколько причин. Одна из причин это урбанизация 50-е годы, охрана собственных территорий и драки стенка на стенку это всё наличие сельского менталитета. Плюс если брать причину это амнистия 56-го года Хрущёвская, когда более миллиона человек вышло на свободу, и это вышло не только политически, много было зэков, вот эти блатные понятия они несли на улицу, и любой подросток советский это впитывал достаточно быстро. Всё началось тогда, когда пришёл один лидер, который говорил надо углубить и прочее, и прочее. Вы про конец 80-х и про Горбачёва. Да, 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 правильно, да. Потому что именно тогда у нас всё можно, грабь награбленная, вперёд, и всё. И поэтому там, так сказать, некоторые моменты стали возникать в группировке. Ну, а группировки, вы сами понимаете, они без лидера быть не могут. Ходили, скажем так, авторитетные какие-то ребята, сильные, уверенные в себе, ну, и подходили к каким-то кооперативщикам, и кто-то просил подарить туфельки, кто-то ботиночки, кто-то брал все джинсики. То есть вот так это как-то было. Сколько зарабатывали сотрудники милиции? Они зарабатывали копейки. И когда к ним приходил человек, мы же тоже знаем, кто он, что он, когда у него в гайке здесь одеты все такое, он одет в костюм, дай бог, и когда он говорит, ну, иди, что ты пришел. Вы подтверждаете, что была какая-то неприязнь? Неприязнь была, фарсовщики, то есть купи-продай, те же самые джинсы, куртки, еще что-то такое. Это было, так сказать, ну, определенный вот негатив был к ним. То есть ты на рынке стоишь, мало что тебя там где-то что-то обидели. Говорить о том, что мы там такие кровожадные душители бизнесменов, которые вели Россию светлое будущее, так говорить нельзя. Мы заполняли вакуум. Мы осуществляли охранные функции, переговорные функции. У меня с огромным количеством бизнесменов были прекрасные настроения, мы там ходили друг к другу на дни рождения и так далее, которые совершенно искренне считали, что я им помогаю. Но помогаю в чем конкретно? Чтобы другие не пришли? Вы понимаете, сейчас просто у всех серьезных бизнесменов есть служба безопасности. А раньше ее не было. Раньше нелегальными службами безопасности были мы. Арестовывали меня неоднократно, но первым был Михаил Сергеевич Перцов. Ну, Михаил Орский, это наша легенда местная. Он не переходил эту планку-то. Какую планку? Планку, когда такой вот криминал явный. То есть Михаил говорит о том, что он занимался крышеванием коммерсантов. В принципе, это уголовная статья. Вы нам сейчас сказали, что он не переходил грани. Так вот про грань все-таки давайте... Значит, крышевание бывает разным. Крышевание бывает, когда ты выбиваешь там деньги, приходишь. Или, так сказать, путем разговоров. Информация-то приходит тоже. Сколько ты плачешь? Он рассказал, ну, столько. Сколько ты плачешь? Столько-то. То есть планка была... Ну, как? Вот по тем временам, по тем временам, я считаю, что люди платили нормально. Про свои меркантильные интересы расскажу. Все-таки мне вот лично мне было лучше иметь на территории одного хозяина, чем приедут другие. Потому что вакуум занимается всегда. А чем вы на жизнь нарабатывали? А тогда было чем заниматься-то? Не знаю. Вот занимался, занимался рэкетом. Занимался, ну, по мелочи там рэкетировали туда-сюда. У нас были свои точки, свои коммерсанты были, которые коммерсируют и долю там отдают. А мы уже долю там в общак отдаем. Ну, это... Ну, своя группировка так бы. Но эта группировка, она была под Тюриком? Да. Сразу оговорюсь. Ларьками этими, этими там фуры эти с фруктами приезжают, то и все. Никогда он этим не занимался. Он сразу на алюминиевый завод нацелился? К Громову, Борису. Сразу раз, и алюминиевый завод прикрепился. Он и до сих пор, мне кажется, на нем там сидит. И у него там до сих пор, наверное, есть эти... Доля? Конечно. А из Братска он решил уехать из-за покушений или... Нет, наверное. По жизни просто. Просто решил идти на новый уровень? Да, да. Там было поле деятельности. Тут для него был маленький, маленький городок. Они всех вперед. ушли в бизнес. И тогда уже считалось, что это блатные бизнесмены. Для нас это было за подло, например, какой-то бизнес открывать. Это было не по правилам, не по понятиям. А для них это было все... все приемлемо. Наши понятия начали умирать вместе с массей. А там все по-другому, совсем другой уклад. Это пришел с запада. Но с запада, вы имеете в виду, это из Москвы? С Москвы, в основном. Да, с Москвы. Пока Владимир Тюрин правит в Братске, он руководит местные ОПГ, контролирует алюминиевый завод, казино и другие крупные предприятия области. Костя Костыль идет по классическому пути вора в законе. Он тоже становится авторитетом. Но не на воле, а в тюрьме. Он пользовался, скажу таким, артистическим сленгом, совершенно бешеной популярностью. К нему поехали ходоки, к нему поехали бригадники со всей России. С каких только городов я у него не встречал. И Белгород, и Брянск. В смысле, типа навещать его? Общаться. Общаться и двигаться от его имени. К великому сожалению или к счастью, Костя не был стратегом, великим тактиком. Его девиз был «To live today, to die tomorrow». Жить сегодня, умереть завтра. И каких-то глобальных планов по переделу российского криминалитета или по созданию какой-то криминальной империи. Вот у Кости таких замыслов не было. Для людей, не очень посвящённых в этот мир, они не очень делают для себя разницу между этими бандами и ворами в законе. Для них это по сути один мир. Воры вообще не убивают. Для них это нонсенс. У них другие понятия. Я не знаю, знают это большинство людей или нет, но в 90-е вот этот беспредел, который был, который там любая банда там качков собралась и пошла мочить всех кооперативщиков направо-налево. Этот же беспредел в основном остановили воры в законе. Государство тогда было слабое. Государство вообще не до народа было. Даже так называемые бандиты или спортсмены были заинтересованы в том, чтобы защитить себя титулом вора в законе. Вор в законе традиционно всё равно был авторитетным. За ним стояла армия, пусть лично незнакомых с ним, но зато готовых подчиняться и следовать его слову. И поэтому произошёл очередной симбиоз. Профессиональная преступность стала приобретать формы организованной. У каждой серьёзной группировки любую из московских или региональных обязательно были определённые более тёплые или прохладные, но во всяком случае какие-то взаимоотношения с ворами в законе были. Они могли отстреливать воров в законе и поначалу делали это открыто воров в законе и авторитетов. Дальше они старались скрывать это и свою непричастность к этому доказывать, потому что убийство вора в законе в этой сфере является тягчайшим грехом. Не каждый вор в законе был связан с преступной группировкой. И не каждая преступная группировка возглавлялась вором в законе. Она им никогда не возглавлялась. Скажем так, лидер был какой-то другой, но они с ним общались, он их подправлял. В первую очередь я вам хочу сказать, что если бы везде было так, как вы говорите, пролилось бы гораздо меньше крови, потому что воры по традиции противники смертоубийства. Воры садятся договариваться. Ну как вас послушать, воры в законе это вообще благородные люди. Они и есть благородные люди. Почему вы думаете, с ними так хотят общаться? Потому что нет в них вот этой червоточной, какого-то лицемерия. Они какие-то есть, такие есть. В большинстве своём это люди, во-первых, сильные духом, честные, уверенные в себе. то, что нравится в них другим людям. Здравствуйте. Хозяин. Я испугался. Здравствуйте. Может, не так начну. Проходите. Здравствуйте. Вот это надо сфотографировать, это моё ничто. Это я нашёл тоже там на Ценфладе, когда пилил металл. Это называется светотерапия. Потому что захожешь серо кругом, и потом раз и глаз идёт как-то раз и приятно. Расскажите, что за лики у вас на руках. Это лики моего уголовного прошлого, такой романтики, прошлой. А сколько у вас стаж вообще? Я отсидел 32 года. 32 года. Ну, покажите, что у вас. Мы же все, кто немножко мандюковал, у них всегда Мадонны должны быть. Потому что, когда убьёшь, обязательно надо покреститься. Вы не вор, это я поняла. Но вы же явно с ними сталкивались, когда сидели. Ну да, я с ними сидел и в Томольске на тюремном режиме был, встречал там. Нам уже надо было говорить, что я считаю себя собратом. А собратья, это те, которые рядом, допустим. Тоже рядом, ну как бы в понятиях, в законе. Я освободился в 93-м году. Освободился. Я возил, тут был урка один, ну такой нормальный, из воров боец. Возил его туда на больницу, ну ему на общагу. Я вышел, у меня было 300 рублей денег. Я всегда думаю, а что же я сделал-то доброго-то? Что вот так сижу, никто не принес мне, сообщака не дал там кусок хлеба. Работы нет, пенсии нет, того нет. То металл режешь. Это хорошо так вот попадаются какие-то люди, да? Вот соседка, допустим. Понятно, что крикнешь, вот ты там живой еще, Может умер, мне же 66. Ну живой, ладно. В конце 90-х многое меняется не только для страны, но и для криминалитета и его высшей касты воров в законе. Много группировок было. Но много это сколько там, сотня? Да нет, такой город это не сотня, но десятку-то, наверное, шли группировки, к десяти. Но между собой там они тоже начали там враждовать туда-сюда, и концовка такая, что все сами себя истребили. Одна группировка осталась, которая подчиняется к одному человеку. Ой. Короче, их пачками валили. Пропадали, много людей пропадало бесследно. В начале 90-х бытовала такая шутка, что без звонка одному из авторитетов, находящегося в Солнцево, вот одному из воров в законе. Один из министров внутренних дел того времени не начинал утреннюю, назовём это так, планёрку. Но это шутка была, но в каждой шутке есть доля правды. И среди чиновников сегодня довольно много людей, которые в 90-е годы, ну, можно сказать, что имели, если не прямое, то косвенное отношение к преступному миру, потому что тогда вся страна поделилась на тех людей, кто зарабатывает, и на тех людей, кто защищает или грабит. А вот коммерсант, да, на него наезжает бандит. Он встречает знакомого милиционера. Вась, побудь у меня там, я тебе вот за сутки буду платить столько-то. А в рабочее время почему не? А в рабочее время это сложный вопрос, запутанный буржуазными идеологами. Охрана вот эта, это было как что-то такое, это как был приработок. А сколько платили вот за вечер такой работы? Ну, процентов 10. От зарплаты 10. Вот, да. А сколько дней таких наберется? То есть, я считаю, это двойная зарплата? Сегодня не то, чтобы профессиональные преступники имеют выход во власть. Представители власти обращаются в преступной деятельности, начинают крошевать, ну, либо потеснять профессиональных преступников. Проходите в автобус, пожалуйста. В середине нулевых испанская полиция проводит операцию против русской мафии под кодовым названием ОСА, в ходе которой было задержано более 200 человек. Владимиру Тюрину тогда удается избежать ареста, но его объявляют в международный розыск. Спустя пять лет вора в законе задерживают в одном из ресторанов в центре Москвы, но выдавать его Испании российская генпрокуратура тогда отказалась. Здесь диалога не будет, здесь монолог. Фамилия и отчество ваш предстатель. Борисов, господин Геннадьев. Костыль в те годы путешествует только внутри России и только по этапу. Мурмаши, Владимирский Централ, Кыштым, Верхнеуральск, Красноярск колонии сменяют тюрьмы, а авторитет Костыля в блатном мире крепнет год от года. Он, когда вышел, он мне говорит, мы пойдем расписываться. Я говорю, нет. Я говорю, ну ты не понимаешь, ты столько лет сидел, тебе надо там в себя прийти, посмотреть там, может, ты там девушку себе какую-нибудь другую найдешь. Ну мало ли там, ну погулять охота в конце концов. Он сказал, что нет, все, мы идем в ЗАГС. Ну в общем, в итоге мы поженились, через год повенчались. Каково вообще быть женщиной, вора в законе? Когда ты живешь с таким человеком, ты не воспринимаешь их как воров, да, или там артистов, ты не воспринимаешь как артистов. Ты их воспринимаешь как людей. Какой-то человек интересен, какой-то неинтересен, какой-то человек прям классный с ним по приколу, какой-то левый. Самый распространенный стереотип, связанный с ворами в законе. Королям преступной иерархии запрещено жениться. Этот запрет действовал в советские годы, тогда же, когда ворам в законе нельзя было иметь паспорт и даже прописку. Но в Новой России обладателю статуса вор в законе можно не только заводить семью, но и получать за гран. Вообще вот семейная тема для людей вашего прошлого круга, она насколько важна? И многие любят своих детей, они всё для детей отдадут. Вова, например. Зачем он детей у Марии Максаковой взял расти? Ну, естественно. Вова и Ваню заберёт. Вороненков Ваня. Если что случится, она же тоже болтает языком, ездит по всему миру. А говорят же, что он как-то замешан в смерти того? Ну, болтает всякое. Ничего он не замешан. Наболтали. Когда начали болтать, даже это Максакова иногда брякает. Он же сказал, если бы он мне мешал, я бы его здесь не нашли. Зачем я буду какие-то ходы выдумывать на Украине? А как они вообще с Максаковой нормально жили? Да нет, не очень. Не очень? Он такой сдержанный сам по себе. Но когда она начала рассказывать, что он ей там ребра сломал, я про себя подумал, что есть за что. Она там с Басковым тусовалась, с тем, с тем. А Басков такой ловелас, что он ни одну юбку не пропустит мимо. И раз дал, значит, было за что дать. А недолго прожили? Ну, наверное, лет восемь-то прожили. Немало. Привет. Я с тобой. Малышка. Я с тобой. Она похожа, да? На Константину? Да. Да. На Кочку она похожа. На Кочку она похожа. Папу посадили в тюрьму, а потом я маленькая. Я пришла его проведать. Не страшно тебе было? Нет. Надо же, она это помнит. Я даже не знала, что она это помнит. Он когда был в Ельце, мы ездили туда на свиданку, надо же, я даже не знала, что она это была. Это, наверное, восемнадцатый год или семнадцатый. Года два, трех не было. Надо же. Переводы в суде мостного милица были? Суды местами неоднократно. Вором являетесь? Да. Пятьдесят лет стажимы. Я же не могу быть рабочим депутом. В 2011 году, спустя 14 лет, Костыль выходит на свободу и попадает в новую реальность, правит в которой тогдашний лидер воров в законе Дед Хасан. Всю политику нулевых и десятых годов в воровском мире определял Дед Хасан. Мир воров разделился на его последователей и сторонников, которых он очень активно и быстро вербовал, на его противников, с которыми он вел непримиримую войну. Он был серьезным политиком и когда он считал, что кто-то мешает ему в его политике, так совпадало или так получалось, что эти люди погибали. Костя виделся с ним всего лишь один раз, обосрал его потом с ног до головы. Где-то выпивали, Костя был пьяный и говорит, вот посмотрите, Хасан умрет в 2013 году. Я ему говорю, ты что говоришь? Я говорю, а если он реально умрет? Я говорю, ну все, тебе сейчас скажут, что это ты это сделал. Ну поржали, поржали. Это было там, ну, чуть ли не года за два до этого. Поржали, поржали. И тут бабах, в 2013 году его убивают. На выходе из ресторана под названием «Карретный двор» пули снайпера настигли 75-летнего ослана Усаяна, более известного как Дед Хасан. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда Усаян выходил из ресторана. Убийца засел в доме напротив, откуда место покушения видно просто идеально. Дед Хасан считался главным вором в законе на постсоветском пространстве. У воров нет иерархии. Понятно, что один умнее, другой дерзее, третий там на метлу, четвертый там в карты виртуозно играет. Но формально слово какого-то неофита, который там месяц назад вошел в семью, и слово какого-то патриарха, формально вот голос и голос. Нет у воров главного. У воров демократия. Даже в советское время, когда оперативные службы пытались сделать реестр воров в законе и набиралось там около пяти сотен воров в законе, нельзя было выделить какого-то самого авторитетного или самого главного вора в законе. И такое положение сохраняется до сегодняшнего времени. Не существует какого-то наиглавнейшего вора в законе. А чего ж тогда убийства происходили? Почему деда Хасана? Насколько я понимаю, деда Хасана убили, после этого началась какая-то делёжка. Вот эта делёжка, она за что была? Во-первых, мы не знаем, кто его убивал. По последней информации убивали его члены ОПГ, а не члены какого-то воровского сообщества. Кто пришёл на смену деду Хасану? Существует мнение, и приписывали эту роль Захарию Калашову. Безусловно, он обладает авторитетом в этой среде. Безусловно, он является вором в законе, но в отличие от деда Хасана, уж как минимум он не считается таким кровожадным. И роль его была больше миротворческая, скажем так. В середине десятых Костя Костыль продолжил свой путь сидельца. В мае 2015 года у него находят 9 граммов героина и приговаривают его к 3,5 годам строгого режима. Прошёлся по одному из чиновников высокого ранга и сказал, что он то ли купленный, то ли у кого-то надовольственное, что это такое. И эти слова дошли до этого чиновника. И ему подкинули наркотики. А чиновник действующий до сих пор? Да. Не хотите говорить? Нет, конечно. Ну, в Москве сидит, скажем так, чиновник. И он уселся на 3,5 года. И в этот момент, как я считаю, удача покинула его. Вот он отсидел, освободился. Вроде бы всё как раньше. Но уже и время иное. И годы, и возраст. И вот в какой-то момент вот он лёг в больницу с грыжей. А я чувствую, что-то не то. Я смотрю, ну, человек должен поправляться, а он нет. Он как-то не очень хорошо. И я ему говорю, ты завтра поедешь кровь сдавать. И оказывается, что у него рак. И он до конца боролся и шутил так, что, видишь, говорит, никто меня не взял. Ни мусора меня не могут взять, ни врачи не могут мои клетки не взять. Что ничто меня не берёт в таком духе. в тот день, когда мы виделись последний раз. Это была пятница. А он уже говорить даже не мог. Он так показывает мне, подойди, я подхожу к нему, он берёт мою руку и целует. Такая благодарность шла, без слов. Что я даже вот так отшатнулся, я даже не нашла, что сказать. И вот я к нему съездил, должно было быть одно из последних облучений. И мне позвонила Леня и говорит, Миша, Костя умер. Кто приехал на прощание с Костей? Очень много народу приезжало ночью. Люди не пошли на похороны, потому что в связи с тем, что сейчас вышел вот этот закон, 210-я статья. И априори тот человек, который приедет сюда к Косте на похороны, даже если он не в этой теме, даже если он далёк вообще от этого мира, он уже будет под подозрением. Я больше чем уверена, что тут снимали и ходили, и как они это всегда делают на всех похоронах, я имею в виду милицию. Его братьев воров не было. Говорят, что в последние годы Владимир Тюрин отошёл от криминальных дел и занялся легальным бизнесом. И вроде бы без помощи высокопоставленных чиновников и политиков и влиятельных бизнесменов здесь не обошлось. А в 2017 году Минфин США внёс имя Владимира Тюрина в санкционный список наряду с именами его предполагаемых друзей. Мне, к сожалению, не доводилось с ним общаться лично. Считается, что он экономически довольно очень серьёзный, что он старается открыто не конфликтовать ни с кем. И вот эта экономическая самостоятельность и самодостаточность позволяет ему быть несколько в стороне. Можно ли говорить о том, что тот же Владимир Тюрин главный вор в законе России? Да нет. У них сейчас всё по-другому. У них кланы по национальности, по взглядам. Взглядом каким-то политическим? Ну нет, взгляды на жизнь. Они сейчас это всё у нас это, как тебе сказать, у нас сейчас всё как в итальянской мафии. Так. Там тоже кланы были. И у нас кланы. Когда вы виделись с Владимиром в последний раз? Ой, так его тут окружают давно. Там не попадёшь туда. То есть, когда он сюда приезжает, к нему прям выстраивается? Да, да. Там через знакомых когда я сказал, что я хочу с ним увидеться. Только через два дня ко мне подъехали. Поехали. Приезжаем там. Гляжу там охрана. Мама родная там. Вообще, как-то сказать, не пройдёшь. Бам кому-то в живот упёрся. Гляжу, такой здоровый стоит кабанюга за стороны Ова там. Валериян, иди сюда. Я раз. Ну, тогда к нему пошёл. Знаете, как-то сказать, ближний круг тоже там вокруг сидят и лишнего ничего не скажешь. Очень хотел сейчас увидеться к нему. Я говорю, вот на день рождения не поехал, да не поехал. Ну, то есть, он вас звал прям? Да. И как он вас лично пригласил? Позвонил? Не лично пригласил, но там есть кому приглашать. А по телефону невозможно связаться? По телефону у меня есть его телефон. Звоню, не приехал ещё. Там какой-то секретарь отвечает. На телефон есть, но добраться сейчас он так далеко от нас. Можно сказать, как на луне почти. А в каком смысле далеко? Ну, до Путина как доберёшься. Но это всё-таки не Путин. Ну, для нас, может, и Путин уже. В Братске мы должны были встретиться с ещё одним героем, положенцем одного из городов Иркутской области. Мы познакомились с ним три года назад. Тогда на нашу встречу в придорожном кафе он приехал на гигантском внедорожнике с телохранителем и не разрешил мне даже включить диктофон. Иллюзий о том, что на этот раз он будет говорить на камеру, у меня, конечно, не было. Но он и вовсе отменил нашу встречу, сославшись на то, что он очень загружен на работе. Что сейчас делают смотрящие? Всё тоже. Деньги собирает на общак. Он же никуда не делся. Ещё такой воры всё равно ещё действуют. Также на это деньги собирают, греют. Греют тюрьмы, греют зоны. Встречают, кто там с тюрьмы освободился. А этих смотрящих кто назначает сейчас? Другие смотрящие. Ну, а их? А их? Ну, кто назначает? Воры? Без фамилий. Ну, воры назначают. Вова. Вова. Это же его вотчины всё равно. То есть, в Иркутской области всех смотрящих продолжает назначать тюрик? Да. А вот этот вы что-то знаете про него? Он всё-таки ваш, по сути, последователь? Ничего я за него не знаю толком, но думаю, его просто от безысходности поставили смотрящим. А, да? Я имею в виду, что этот даже пороху не нюхал, так будем говорить. То есть, он не сидел никогда? Вы это имеете в виду? Ну, сегодня, естественно, мы с трудом ожидаем увидеть вора в законе в замызганной фуфайке, который живёт в проголоде как бомж. Поэтому на сегодняшний день очень трудно говорить о каких-то воровских законах, которые остались и соблюдаются. Все те пункты, которым противостояла воровская идея, их в большинстве больше нет. Не хочешь служить в армии? Да ради богов тебе в ближайшей коммерческой поликлинике выпишут справку о плоскостопии и не служи. Нельзя работать. Так ради богов 209-ю статью ещё раз лет 20 назад отменили. Тунеядство. Да. Не хочешь состоять в КПСС, в ЛКСМ или сейчас в Единой России, да тебя туда никто и не пустит. Очень у многих имущество, иногда оформленное даже на них самих, безусловно, большей частью на подставных лиц, что характерно в том числе и для наших чиновников. Вы знаете, кодексы в некоторых случаях совпадают. Есть преступная группировка, есть условный вор в законе, который покровительствует ей и за это преступная группировка и авторитет главный, какие-то деньги ему передаёт. Если преступная группировка титульно придерживается воровских понятий, советуется с вором в законе, оказывает ему уважение, это не воспрещается. Благо меня обрастал никогда. У нас этот дом появился. Когда я уже беременная была, благодаря Костиным знакомым, его друзьям, потому что вот так с миру по нитке вот этот дом был куплен. Ну, сейчас вот, например, Константин ушёл, у него трое детей, вы, дом. Вам продолжают помогать его друзья? Тут уже вопрос к людям, как они относились к Кости. Кто его любил и ценил, наверное, как человека, тот помогает. А кто просто использовал его как вора, скажем так, считая его близким, те, наверное, не помогают. Вором в законе являетесь? Я вор. Не существует. Ну, меня так называют? Если интересно, в компьютере посмотрите. Я живу, нормально, не в жизни. Вор в законе. Вор в законе. Конечно. Вором в законе я такого слова не знаю. Вы вор? Да, я вор. Что дальше? Изначально с ворами в законе предполагалось бороться при помощи статьи 210 Уголовного кодекса. Это организация преступного сообщества. Но воры в законе как раз и исповедовали такую форму деятельности, когда это очень трудно было криминализировать и доказать, что это преступное сообщество. В частности, многие формы такой деятельности, как воровские сходки, они стали мимикрировать под симпозиумы, конференции. Владимир Путин подписал закон об введении новой статьи 210.1, который звучит как занятие высшего положения в преступной иерархии. И, по сути, для того, чтобы обвинить в совершении преступления по этой статье, нужно просто доказать сам факт того, что человек является вором. Если человек на первоначальном допросе признаётся в том, что он вор в законе, говорит на этот вопрос полицейских, это уже основание, чтобы его арестовать и доказать суде его виновность. По сути, с введением именно этой статьи, когда ты не должен совершать никакие действия, если он признается, то это автоматически будет значить, что он виновен. Кажется, это ненормально посадить человека за то, что он вор. Вы же понимаете, что сейчас милиция будет ловить и этих людей для того, чтобы ставить галочки. Раньше им подкидывали наркотики и сажали, а сейчас просто чтобы по несколько раз не сажать, сразу 210-ю сажают надолго. Очень многие не для этого получали титул вора в законе, чтобы тяготы и сложности нести воровской жизни. Многие не хотят и они скрывают свой статус. Отвечая на вопрос, являетесь ли вор в законе, если его тебе задаёт сотрудник правоохранительных органов, ты имеешь право ответить отрицательно для того, чтобы не навлечь на себя карающий меч правосудия. Со стороны полицейских всегда используются секретные свидетели. Это люди, которых нельзя проверить, нельзя установить их личность. Они существуют только в уголовном деле только по воле самого следователя. И культурологическая экспертиза, которая заключила, что эти татуировки говорят о наличии у него такого статуса. Для воров в законе наступили сложные времена. Передвижение и возможность встречаться, возможность воровских сходок, она серьёзно контролируется, отслеживается. Поэтому большая часть из них, конечно, покинула территорию Российской Федерации. Те из них, кто остаётся сегодня на территории Российской Федерации, ведут тихий образ жизни такой, очень глубоко законспирированный. Сейчас у нас 440 воров в законе действующих. Из них 47 славян, 250 грузин, ну и остальные пошли армяне, азербайджанцы, курды, есть один немец, чечены, новая тема, они до 90-х годов не признавали воров, и до середины даже 90-х годов воров не признавали, когда у них спрашивали, кто у вас старший, там ещё у нас Аллах старший. Вот, значит, сейчас 7 душ чеченских воров, евреев, человек 5-7 есть. То этот закон, который приняли не так давно, он достиг своей цели? Людям пришлось уехать из России? Да, он, безусловно, достиг своей цели, но просто я не знаю, кому от этого стало лучше. Можно ли сказать, что воры в законе – это уходящая натура? На мой взгляд, это уходящая натура именно из-за того, что на сегодняшний день гораздо большим маркером важности или влиятельности является это наличие власти, наличие денег, позволяющие, используя власть и деньги, иметь ресурсы. Те, у кого внутри идея, те люди, люди чести, те, которые изначально были, они будут. Поверьте, никакие законы, никакой беспредел их не убьёт. На мой взгляд, они, безусловно, не так сильны, как они были сильны в 90-е годы. На мой взгляд, они находятся под сильнейшим прессингом политическим, информационным. То есть это явление как бы себя изживает? На мой взгляд, да. Безусловно, до конца искорените. Мы это уже два или три раза проходили, когда говорили, что не сталось. Группировки в Казани до сих пор живы? Да, группировки в Казани до сих пор живы. 2020 год глава МВД Республики Татарстан Артём Хохорин назвал годом борьбы с ОПГ. Принято говорить, что они сейчас все под ментами, все под силовыми структурами, все контролируются. Ведут себя намного тише. Характер войн поменялся. Ты уже не гордишься тем, что ты участник группировки. Ты не объявляешь об этом громко, а тихонечко все свои дела решаешь, так, чтобы тебя не замели. Потихонечку смысл группировки вообще уходят. Преступность мы не искореним никогда. Это криминологи все знают во всех странах. Так что исчезнуть она не сможет. Это мое мнение. Это будет как-то видоизменяться. Сейчас у нас силовое государство, силовых ведомств у нас огромное количество. И они действительно сильны. Никакая преступность не может сейчас поднять голову. и кроме того надо учитывать научно-технический прогресс, камера слежения. То есть ты совершил преступление, подрался в троллейбусе, потом уже через пару дней к тебе приходят участковые и тебе говорят, а вот мы подрались в троллейбусе. Почему эта сфера воровской жизни, воровских понятий настолько романтизирована до сих пор? Здесь люди находят какую-то структурированность. Если речь о молодых людях, подростках, то они находят там чувство товарищества, заботы о них. Это какое-то единение со своими единомышленниками. Особенно это популярно среди подростков, которые не имеют контактов со своими родителями. Положение усугубляется некоторыми, к сожалению, очень частыми погрешностями в деятельности представителей правоохранительных органов, когда они своим поведением дискредитировать себя. Они коррупционеры, они очень грубые, они сами нарушают закон. Мне кажется, это скорее из-за ощущения сопричастности к чему-то большему, о том, что всегда найдутся какие-то влиятельные люди, которые тебя поддержат, если ты будешь следовать определенным правилам и этому уставу неписанному. Мариэлюшка! Мариэль! Попить неси, кашляю! Расскажите, как вы познакомились? На Фейсбуке. Современный способ. Да, 6 лет назад. Мы 6 лет уже вместе. Кто кому написал первое? Я, конечно. Мариэль, учительница, преподавательница младших начальных классов с правом преподавания турецкого. По национальности гагаузка. Сейчас моя муза, технический директор. Как будет на турецком, спасибо? Кишкиню ридерия. Неправильно. Блин, уже 6 лет. До какого года вы двигались? До 2015 года. Вот я почувствовал, что мы больше не нужны. Я почувствовал, что вот эта дорога, она ведет в тупик. Люди, бизнес нас больше не нуждается. Народ нас больше не считает Робин Гудами. Менты нас больше не считают какими-то партнерами, с которыми там можно поделить коммерсантов и так далее. Для ментов мы стали врагами общества и явлением, которое нужно истребить. Опять же, возраст. Опять же, встреча с Мариэль. Я начал получать радость от того, что я возвращаюсь домой. Потому что до этого мне просто, ну что, я пенсионер, шли, какой-нибудь, который будет там сидеть дома, сериалы смотреть или, упаси Боже, вечернего мудозвона Соловьева. То есть мне хотелось быть с братвой, мне хотелось принимать участие в чем-то. Я понял, чем я буду заниматься, когда, говоря языком ментовских фильмов, я завяжусь преступным прошлым. И я начал писать. Люди, так сказать, меняются. И Михаил тоже самый поменялся. Ну да, решил отойти отдел. Он отошел отдел, руку он на пульсе, правда, держит. А руку на пульсе это что значит? Ну, то есть, он знает, кто с кем конфликтует, где что, он же тоже не в безвоздушном пространстве. Ему люди звонят, сообщают, что то-то, то-то. Вот, поэтому он нормально себя чувствует. Ну, вот КАМАЗ достался, там старенький. Сначала один КАМАЗ, потом второй КАМАЗ. Потом... Тоже достался. Тоже достался. Потом трактор. Давай КАБРИГАДУС. Давай трактор купим. Ну, давай трактор. Все так пошло, пошло. уже ближе к 2000-м годам. И все. И мы начали лес возить. Вы перепрофилировались. Да, начали заниматься. Все эти точки отдали свои, с которых мы получали деньги. Кто хочет блатовать, ради бога. Я просто понял, что рэкетом заработаешь только себе тюрьму и неприятности. Денег таких не заработаешь. Как перейти в законное поле и заниматься чем-то законным после сорока лет, как вы сказали, вот такой деятельности? Наверное, мне легче, потому что я ни в чем не нуждаюсь, как видите. Я каких-то вершин не достиг. Я не получал с банков, я не получал с нефтевышек, я не получал с отелей. Были люди по-дерзее, поумнее и покруче меня. Возможно, это и позволило мне уцелеть. Что я примерял по синьке шапку. Вы очень в курсе всего. Прям знаете все, кто, что, с кем. Это моя жизнь. Я не то, что закрыл глаза на все. Все, вот я тут это... Ну, так-то, с другой стороны, закрыл, но у меня общение опять. У меня вот общение, мои близкие, мои там друзья, кто, как, что, кому-то что-то помог, кому-то это... Кто-то возле меня там... Ну, я в курсе всех дел. Недавно тут в милиции кто-то... Ну, там по одному... Это попал. Ну, как попал? Меня пригласили там оперативники туда-сюда. Ну, я там сижу. Это они говорят, судимые, а мне не судимые там туда-сюда. Ну, и в оконцовке сидели, разгар, разгар, и они говорят... Они мне говорят, ты дядька непростой. Он на тебя говорит, смотри, ты дядька непростой. Я говорю, а какой я? Обыкновенный дядька. Ты дядька, я говорю, ты непростой. Он вас Розой называл? Да, он меня называл Розой. Ему очень нравилась группа «Беломор канал». Там была такая песня про Розу, девушку, и вора, Мишку. Там есть такие слова. Я сукой не буду и умру за вора. И мне там один наш знакомый говорит «Лен, а ты типа за воров умрёшь?» Я говорю, за воров нет, конечно. Я говорю, за своего – да. И Костян так посмотрел, и вот с этого момента он стал на меня называть Розой. Ну, и так, близкие вот, кто есть, тоже называют Розой. Мурка, ты мой морёночек, Мурка, ты мой котёночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Мурка, ты ж мой морёночек, Мурмурочка, ты ж мой котёночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Продолжение следует...